15 февраля православные христиане отмечают праздник Сретения Господни. Одно из важнейших событий в жизни Православной Церкви. В этот день в храме Иерусалима было засвидетельствовано, что обещанный Богом Мессия уже пришёл в мир, а значит и Царствие Небесное открылось для человека. По закону данному Богу народам Израиля, после рождения в семье ребёнка мужского пола, в течение 40 последующих дней матери запрещалось входить в храм. Это было время очищения. Матерь Божия по святости своей не имела необходимости в исполнении данного закона. Однако она всё же его исполнила по своему великому смирению и послушанию. В 40-й день по рождению Богомладенца Христа Пресвятая Богородица с праведным Иосифом принесли его в храм Иерусалима. Матерь Божия несла на руках своего сына, а Иосиф — двух белых голубей. Первый, кто встретил её с младенцем на руках, это был праведный Симеон Богоприимец, как мы его называем сегодня, собственно, Богоприимец, потому что он принял на свои руки Бога, вот как раз в лице младенца Христа. И произнёс пророческие слова тогда о том, что это младенец, который вот лежит на руках у Богородицы, который на падение и на восстание многих, который будет кому-то спасением, кому-то соблазном. Ну, собственно, наверное, история, двухтысячелетняя история христианства показала, что действительно об этом с именем Христа на устах и праведные вещи совершались, и вещи весьма сомнительные. Но праздник этот сегодня является одним из величайших. Он завершает цикл рождественских праздников, которые начинаются у нас в начале января, и вот оканчиваются как раз в эти дни, в февральские дни. И, можно сказать, он стоит на рубеже зимних и весенних праздников, потому что после Среднего Господня мы уже начинаем готовиться к Великому посту, ну и к одному, к самому великому празднику, конечно же, Пасхе Господней.